Американский М1, это оригинал, производство, вы видите, клеймо АФХ, American Fork and Hoy, соответственно, клеймо US, United States, и взрывающаяся Гренада, это, соответственно, клеймо интендантской службы. Это куплено в антикварном магазине, соответственно, имеется сертификат, все документы, то есть это антиквариат, не холодное оружие, он, соответственно, затуплен, не острый. То есть это полностью законная и легальная вещь, очень приятная, очень аутентичная, с полностью аутентичными ножнами, тоже военного выпуска. А они железные? Это, кстати, на самом деле довольно интересная вещь, потому что здесь железо, только горловина. Вот это, это не пластик, это, скажем так, аналог такой довольно старой стекловолокна, то есть это волокно, но волокно пищевое, насколько я помню, если не ошибаюсь, сверху, залитое, ну, соответственно, затвердителем. То есть вот такая интересная, то есть, если посмотрите, я не знаю, камера схватит или нет, тут видна текстура, вот эта текстура, собственно, волокон. То есть это не пластик. Довольно интересная вещь, то есть тоже... Типа кирза, ну, грубо говоря. Ну... Ткань, пропитанная, типа краской кирза, ну... Да, 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 принцип такой же. Ну и, собственно, как бы, как мы видим, как это вставало на винтовку. То есть вот. Почему не холодное оружие? Вот это конкретно. Это, во-первых, это выпуска до 45-го года. Соответственно, это по нашему дорогому, любимому 150-му ФЗ не холодное оружие, потому что, первое, он затупленный. Честно, я не помню, у меня сейчас нет под рукой сертификата. По-моему, и стали отпущены, и, по-моему, он и затуплен. И плюс он выпуска до 45-го года. А это считается антиквариатом? Да. Вставистка церковная? Да, это уже считается антиквариатом. Продолжение следует...